МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главдолой! В Дагестане продолжается обновление корпуса руководителей муниципальных образований. Некоторые уходят сами, за другими приходят. В беде не одни. В Гумбетовском и Цуньтинском районах идут масштабные работы по ликвидации последствий стихии. Самый лучший на Кавказе. В Дагестане появился рисоперерабатывающий завод мирового уровня. Здравствуйте! Это Итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Головы летят. Или главы. На прошедшую неделю Дагестан лишился двух глав муниципальных образований. Накануне силовики провели обыски в администрации Докуспаринского района республики. Они были связаны с расследованием по факту дачи взятки в особо крупном размере. Обыски прошли также в доме главы администрации, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Чиновник уже задержан. Отметим, что Абдурагим Алискеров был избран главой района в августе 2017 года. На этой же неделе сложил себя полномочия руководителя муниципального образования глава Агульского района Юрий Исмаилов. Произошло это на внеочередной сессии районного собрания депутатов. Временно исполняющим обязанности главы района назначен Азюм Юсуфов, ранее занимавший должность заместителя главы администрации по вопросам безопасности. Спасатели МЧС расчищают от ила и мусора дома и дворы в селении Нижнее Инхо. Напомним, 9 мая из-за ливневой стихии Гумбетовский район понес значительный ущерб. Сильный ливень с градом и ветром пронесся по территории района, оставив после себя неутешительную картину. Разрушенными оказались 111 домовладений, мечеть, была затоплена футбольная площадка, убытки понесли и сельскохозяйственные угодья, селевым потоком были унесены более 50 голов крупного рогатого скота. Фруктовые деревья жителей соседнего села Ингиши также были побиты градом, что, безусловно, приведет к потере урожая. А жители сел Цунтинского района, также пострадавшего от разгула стихии, собственными силами ликвидировали ее последствия. Из-за обильных дождей полностью смыло дорогу Мокок-Кидеро. Камнями завалило и путь в сторону села Цибари-Шапих. Ушел под воду мост на 43-м километре автодороги Ичида-Шаури. Здесь движение было перекрыто. Также были подтоплены мосты через реку Митлуда. Местные жители лопатами и иными подручными средствами расчищали дороги от заторов, формируя русло, по которому пройдет поток для того, чтобы ущерб хозяйству поселений был минимален. Тем временем в правительстве Дагестана очередные кадровые изменения. Место Османа Хасбулатова в Минэкономразвитии занял его заместитель. Глава региона назначил на эту должность Гаджи Султанова, бывшего в Рио главы ведомства. Соответствующий указ Владимир Васильев подписал 13 мая. Напомним, что Осман Хасбулатов был задержан в апреле текущего года. Следствие подозревает экс-министра в причастности к хищению более чем 20 миллионов рублей. Работают на благо республики, привлекают и специалистов извне. Так пост руководителя ДАК Техкадастра занял Александр Беднягин, гендиректор Московского областного бюро технической инвентаризации. Отметим, что до января этого года руководителем ДАК Техкадастра был Шамиль Алиев, который ушел с должности по собственному желанию. На неделе в Махачкале состоялся двухдневный форум, где собрались главы муниципалитетов. Главная цель мероприятия – повышение качества работы по сбору налогов в районах и городах республики. Проектная сессия стала для руководителей своеобразным экзаменом, как на проверку профессиональных качеств, так и на знание налогового законодательства. Подробности у Патимат Ханампова. Войти в двадцатку бюджетов по собственным доходам увеличит налоговые поступления в два раза. Задачи серьезные и исполнены они должны быть в течение пяти лет. При этом ответственны за это будут не только налоговые службы, судебные приставы, прокуратура, но и главы муниципалитетов. Они и будут играть ключевую роль. Так, сегодня им, руководителям районов, и предстоит показать себя как управленца куратора команды. Кто работает на земле, они носители основной информации. Вы носители основной информации, мы у вас научимся, потому что иногда даже нормативные акты республиканского уровня смотрят, что почему-то так долго они работают, потому что надо людей сначала спросить, что там не так, что не получается. Мы сегодня хотели бы от вас это услышать. Мы будем рассматривать сегодня проблемы. Я вот хочу тоже призвать, чтобы вы это рассматривали как обучение, но не как запактное обучение, а как возможность вообще рассказать о том, что происходит у нас в территории, поднять этот вопрос, его расщепить до самых, так скажем, элементов таких, которые вам становятся понятны, и понятно становится всем, и правительство становится понятно, и в правоохранительных органах, и вопрос этот решить. А проблем в муниципалитетах действительно много. Темпы роста по сбору налогов относительно предыдущих лет есть. Однако, несмотря на положительную динамику, по словам первого зама премьер-министра, в масштабах страны положение в регионе все еще неутешительное. Мы можем здесь сколько угодно сидеть в хороших, красивых костюмах и говорить о том, что мы там сделаем, или у нас все хорошо, все плохо. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание, и вот здесь вы все здесь менеджеры. И каждому вам верено свой район, верено население. И перед нами всеми стоит задача, и в первую очередь перед главами муниципальных образований, чтобы этого решить за пять лет. Кто не может, то я предлагаю сразу сказать, что эта задача для меня невыполнима. Неправдоподобная картина и по количеству коммерческих объектов в муниципалитетах. Так, к примеру, оказалось, что в Сухокумске есть лишь один торговый центр, а в Буйнакске всего три. Плохо все обстоит и с розничными рынками. Одним из проблемных направлений администрирования налоговых платежей является осуществление торговой деятельности на территории розничных рынков без постановки на налоговый учет и, соответственно, без уплаты налогов по страховым взносам. По информации налоговых органов республики, по состоянию на 1 января текущего года на 45 розничных рынках республики предпринимательскую деятельность осуществляло 9223 человека, из которых 1048 не состояли на налоговый учет. Отметим, что форум будет проходить два дня. Сегодня семинар состоит из пленарного заседания и работы в группах. Один муниципалитет – это одна команда, куда входят главы района и руководители муниципальных ведомств. За круглым столом они обсудят проблемы сбора налогов на местах. Нерешаемые оперативно проблемы будут зафиксированы, чтобы затем проработать, а для оставшихся в рамках форума наметят пути решения. Батимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Кизлярском районе открылся самый высокотехнологичный на Северном Кавказе завод по переработке риса. В церемонии запуска предприятия принял участие глава Дагестана Владимир Васильев. Он ознакомился с производственными цехами, где уже работает 80 человек и еще будет создано около 30 рабочих мест. Завод оборудован самой современной техникой из Германии и Китая, а его годовая мощность – более 40 тысяч тонн риса. Предполагается, что предприятия позволят 60-ти рисоводческим хозяйствам стабильно сбывать свою продукцию для переработки. Кроме того, уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном. По словам главы региона, стоит задача не только поднять производительность и эффективность производства, но еще и вернуть в оборот 4000 гектаров ворошаемых земель, которые пока еще не используются. Важно обеспечить вас реактивными работами, а проще говоря, чтобы вода пришла начать. Занимая лишь 12 процентов сельскохоз Уходи и орошаемые земли республики, обеспечивая производство около 70 процентов. 12 процентов давали 70 процентов производства, те, которые орошались. Но сегодня эти системы запущены и находятся в неудовлетворительном состоянии. И важный вопрос, чтобы мы намели порядок с этим. Отличникам в школах станет сложнее получить золотую медаль. Теперь, чтобы стать ее обладателем, выпускник должен набрать 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и получить отлично на ЕГЭ по математике. Об этом было сказано на родительском собрании с участием профильного министра Умбазиля Маровой. Хадижа Курбанова в продолжение темы. Более 600 родителей выпускников с разных районов республики собрались в зале 10-й школы города Махачкалы. Тема ежегодного сбора – подготовка к приближающемуся экзамену. Из значительных нововведений в этом году новые правила получения аттестата с отличием. В этом году издан приказ, по которому аттестат с отличием будет выдаваться только при сдаче русского языка на 70 баллов и математики на оценку «отлично». Вот уже прямая связь с результатами сдачи ЕГЭ, чего не было в прошлые годы. Кроме прочего, министр образования отметила, что актуальной остается проблема психологической подготовки выпускников. И часто именно родители нагнетают обстановку, оказывая давление на детей. Другая сторона медаля, когда они же в поисках содействия на экзамене стараются подкупить организаторов. Факты коррупции на ЕГЭ и возможность какого-либо содействия исключены, заявляет Умпазель Амарова. Кроме этого, она особо подчеркивает, денежным побором якобы на нужды для сдачи ЕГЭ в школах не место. Не секрет. Вот иногда доходит информация, что какие-то организуются в школах, поборы, сдача каких-то денег, якобы на какие-то покупки к ЕГЭ необходимы какие-то взносы какие-то. Это не так. Я со всей ответственностью заявляю, что все абсолютно это какими-то отдельными людьми, наверное, организуется. Если вы столкнулись с описанными фактами вымогательства денег в школах, Министерство образования Республики призывает обратиться по номеру, который вы видите на своих экранах. Хадижа Курбанова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Около полутора тысяч мусульман приняли участие в коллективном ифтаре, в московском шатре Рамадана. Этот проект ежегодно реализуется Духовным управлением мусульман столицы России. Накануне в шатре проходил вечер Лакии. Подробности у Курбана Рагимова. Каждый день, как праздник, коллективное разговение объединяет сердца верующих. В этот вечер за одним столом собрались представители Лакской общины Москвы. Для них ифтар – это не просто сытный ужин, но и возможность найти новые знакомства и укрепить братские узы. Я очень рад, что вдалеке от Родины наши земляки собираются, встречаются, организовывают такие мероприятия. Я рад, что участвовал в этом мероприятии. И у меня есть большая надежда, что, иншаллах, лакский народ возродится. Ну, возрождение, оно обязательно с религией, с верой Всевышнего Аллаха. Без этого никак. Поэтому, с верой Всевышнего Аллаха, я уверен, что возрождение лакцев нашей Родины, иншаллах, будет. В оргкомитет мероприятия вошли три в общественные организации. Для гостей была подготовлена насыщенная культурно-просветительская программа. Чтение Корана, показ видеороликов и выступления ученых-богословов. Молодежи подробно рассказали об истории и культуре Лакии, о роли лакцев в распространении ислама на Кавказе. Впечатления у меня самые наилучшие, самые незабываемые, потому что мы, молодежь, в том числе, сумели организовать такое мероприятие и накормить более полутора тысяч посетящихся. Да и для нас тоже, как для команды, это мероприятие такое, которое сплачивает нашу команду и помогает нам в дальнейшем проводить тоже такие крупные мероприятия. Завершился вечер неформальным общением за чашкой чая. В планах у организаторов продолжать добрую традицию. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Москва. Дагестан празднует 150-летний юбилей народного поэта республики Сулеймана Старского. В Махачкале по этому поводу прошел торжественный митинг. Площадкой для праздника стал сквер, названный в честь поэта. Там собрались родственники мастера слова, общественные деятели и творческая интеллигенция. На месте побывала и моя коллега Зумруд Гамидова. Юбилей Гомера 20 века начали с возложения цветов к бюсту признанного гения. Жара не стала преградой для горожан, почитающих его творчество. Все присутствующие с большим теплом и восхищением говорили о выдающемся поэте и его творчестве. Жизнь и творчество Сулеймана Старского является интереснейшим явлением культуры нашей многонациональной страны и занимает особое место в летописи устного поэтического народного творчества. Стихи Сулеймана Старского до сих пор живут в сердцах дагестанских народов. Они переведены на все языки Дагестана. Все, что он написал, с каждым годом, с каждым годом приобретает новый смысл. Школьники с особой гордостью и волнением читали наизусть стихи поэта. Сулейман Стальский был истинным голосом народа, воспевал новую жизнь и новое время. Но самое главное, он ничем не отличался от простого горца. Жил проблемами народа, говорил от его имени в своих песнях и стихах. По стопам своего прадеда пошёл и Резван Мамедов, правнук поэта. Рассказывал отец, каким он был хорошим человеком, как он, если откуда-то приезжал, всё раздавал, то, что у него было другим людям, детям, сиротам. Он был очень добрым, очень хорошим человеком. Его стихи можно и сейчас, они хоть какое-то время не было, они относятся к этому времени. Поэт оставил потомкам огромное творческое наследие, и нам остаётся лишь беречь его. Зумруд Гамидова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Крепкие семейные узы и взаимоуважение связывают героев нашего следующего сюжета. Многодетную семью Курбановых из Табасаранского района по праву можно считать одним из достойных примеров семейного счастья и благополучия. Поздравить их с Международным днём семьи прибыли представители Министерства труда и социального развития Дагестана. Далее расскажет Абдулла Алиев. 50 лет совместной жизни. Именно столько прожили бок о бок Рустам и Саят Курбановы. По современным меркам этот срок – пример для молодых пар. Курбановы семья многодетная. Воспитали семерых детей, трое из которых приёмные. После смерти брата и его жены племянники остались круглыми сиротами. Рустам и Саят, не раздумывая, взяли их под свою опеку. Благодарность Министерства труда за активную жизненную позицию, достойный пример воспитания детей, заботы и преданности в укреплении семьи. Спасибо. Именно на эти семьи у вас всё держится. Рустам Курбанов – писатель, журналист, заслуженный работник культуры Республики Дагестан. А Саят Курбанова – врач-акушер. Женская половина этой семьи пошла по стопам матери и выбрали для себя работы в сфере медицины. Ну а вот мужское поколение Курбановых выбрали иную профессию, нежели у отца, и стали военнослужащими. Чем Рустам, как он сам признаётся, нисколько не расстроен. Стоит отметить, что и внуки Курбановых также успешно проходят обучение в военных училищах и медицинских вузах страны. На вопрос о том, как Рустаму и Саяду удалось на протяжении стольких лет сохранить семейную идиллию, они скромно отвечают, что секрет прост. Это взаимопонимание и чувство глубокого уважения друг к другу. Авдулла Алиев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Табасаранский район. Ну и в завершение мы рады сообщить вам приятную новость. Телеканал ННТ теперь доступен в приложении вашего мобильного телефона. Просматривать увлекательные программы, аналитические передачи и быть в курсе самых свежих новостей теперь стало проще. Наличие мобильного приложения ННТ освобождает вас от необходимости быть прикованным к экранам телевизора. Теперь смотреть канал можно из любой точки мира. А скачать программу на смартфон можно как в App Store, так и в Google Play. Если раньше, когда что-то интересное показывали по телевизору и ты звонил сообщить, что скорее включи телеканал ННТ и люди, находящиеся в пути или же где-то там, я не знаю, отдыхая там, ну в заведении, не важно где, не имели возможности, находясь вдали от телевизора, посмотреть, что происходит. Сейчас ситуация кардинально другая, прямо в телефоне, там не важно в планшете или где, вы можете включить, посмотреть прямой эфир. Приложение очень простое в обращении, там все очень легко, даже ребенок может понять, где онлайн, где новости и так далее. Вот поэтому я всем рекомендую обязательно скачать приложение ННТ-ТВ и оцените его и пользуйтесь на здоровье. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!